у нас ничего не меняется вторник утром мы едем на доставку яиц доставка завершилась и мы приехали в брюери это типа пивоварня по моему переводится вот для разнообразия решили пообедать здесь вот здешние суши мне нравится больше чем там где мы были в прошлый раз поэтому наверное райан будет пиццу есть как всегда а я возьму немножко суши а это что играет прикольно давно мы тут не ели кстати давно мы тут не были это то самое место где я должна была с гончаром делать глиняные изделия но они меня подвели в итоге глиняные изделия я сделала разрисовала и их не обожгли и у меня их нет получается просто тупо вот там у них настоящая духовка для пиццы здесь вкусная пицца да здесь вкусная пицца да нет какую пиццу ты будешь риджину или какую тут к пицце смотрите приносит соус чили чеснок и сыр дополнительно представляете вообще балдеж супер и все это так пахнет ароматно майкла джексона врубили били джим прикиньте я щас буду снимать как я ем о да детка о том Это кто такой деловня? Кто такой деловня, которому разрешается на столе сидеть? Никола Сегодня я встала в 10 утра, и у меня появилась вчера ночью, или позавчера ночью, одна тема для шортса Я, наверное, сегодня сниму шортс и выложу, наверное, завтра, мне кажется Потому что я сегодня уже, наверное, не успею видеоряд заснять нормальный Вот, я написала текст, сейчас буду снимать видеоряд Я пью кофе, съел остатки пиццы со вчерашней роскоши, потому что Райан вчера не доел И мы вчера еще ее на ужин ели, и сегодня еще осталось Но Райан уже на следующий день не ест еду Такой вот у него бзик Еда, которая осталась с прошлого дня, он уже ее есть не будет Вот такая вот видня, ребята Сегодня очередной лентимозный какой-то день Прекрасная погода на улице, вообще шикарно Такие вот у нас дела А кто у нас пришел? Кто у нас явился? Эти ребята называются Верверт монки Посмотрите, они приходят прям к нашему дому Это мы оставили кожуру от арбуза И они пришли есть ее Блин, я их не люблю, потому что они очень наглые Там вот малыш стоит на двух лапках Малыш Маленький еще Они очень наглые А вот там, видите, у него хвостик оторванный Пострадал он от кого-то Подрал его кто-то Я сейчас с кровати вот снимаю Если я встану, они меня если увидят, они сразу убегут Но я думаю, ладно, пусть поедят Пусть поедят Раз уж все равно мы выбросили эти кожурки Плохо то, что они привыкнут, что вот постоянно тут еда и будут приходить Все, вот он в зубы положил и убежал Смотрите, какой большой Про обезьян я раньше рассказывала, но это было в очень давних влогах Они очень умные твари Они понимают, у них есть вот это чувство иерархии, что ли Они тебя оценивают по твоему размеру Вот они видят, что я маленькая, да? У меня маленький рост, я худая И они меня воспринимают как ребенка Поэтому они могут на меня напасть Они меня не боятся Они могут с рук у меня там что-то вырвать Если я какую-то еду держу или еще что-то Но если они видят, что ты большой И если ты мужчина Вот, они еще понимают мужчина и женщина Представляете, если они видят, что это женщина Они тоже могут напасть На мужчин они никогда не нападают И боятся их Вот так вот Сегодня все, на что меня хватило Это помыть полы Во всем доме Кроме вот этой комнаты Потому что сначала здесь мне надо Все вот это убрать Стыдно мне, что моя машинка на полу лежит Но это потому, что я их чередую Когда я шью, я то Прямострочка мне нужна То, блин, наверлок А на столе места катастрофически мало Вот такая фигня И мне надо сейчас вот... Блин, такой бардак Я еще удивляюсь, что Райан мне ничего не сказал Потому что он обычно как бы бубнит Что я вот ничего не убираю Но он, видимо, решил меня метюкать И просто ушел Он пошел на свои там дела По хозяйству С курами А мне надо сейчас вот это убрать Потом посуду помыть Да, после обеда Кстати, обедал Райан Ну, я, конечно, помою посуду Что он ее не помоет И развесить бельишко Да, тут я полы тоже все помыла И смотрите на вот такие вот штуки Это все вот эти вот Которые не отмываются Они все под финишным вот этим покрытием Полировкой К сожалению, вот так получилось с этим полом Вот такая вот история Сейчас я лежала, отдыхала И вот надо вставать Что-то быстро поделать И пойду к свекрови узнавать Что она там будет готовить Может быть Может быть Мы поужинаем вместе Пока Райана нет Я хочу пожаловаться вам на продукты В ЮАР На некоторые продукты Которые мне очень бы хотелось Чтобы они были как в бишкеке Вкусные Сочные и мощные Но они здесь не такие Вчера мы купили арбуз И когда мы его разрезали Райан, когда откусил Он сказал Ну, это, конечно, не то Что в бишкеке В Кыргызстане мы ели Да К сожалению, арбуз как трава В середине он уже начинает переспевать А ближе к корочке Он абсолютно никакой на вкус Ну, ладно Да, бывает Арбуз, конечно, он не везде будет хороший Также Посмотрите на вот этого красавца О май гад Это огурец И он невкусный Он никакой Я не знаю Я не знаю даже, как объяснить Что с ним не так Ну, вот Да Помидоры Помидоры Ребята Этими помидорами Можно реально Кого-то покалечить Ну, я скажу В оправдании этих помидоров Что, да Здесь продукты Вот такие овощи Как-то так их выращивают Чтобы они Ну, долгое время Оставались Типа свежими Да Потому что я же вам говорю Что мы не можем каждый день Ходить там на рынок На базарчик Мы закупаемся раз в неделю Это в лучшем случае Поэтому, да Эти помидоры Они, конечно, не протухнут Они могут полтора месяца Мне кажется Лежать в холодильнике И ничего им не будет Но На вкус Они просто как Трава Вот Вы когда их режете Такой звук Как будто Вот вы режете Не знаю Сельдерей какой-то Знаете Стебель сельдерея Вот И на вкус Это, ну, блин Он вот внутри Он даже не красный Он просто такой Еле розовый Белорозовый Очень жесткий Ой, Райан едет Зараза Как будто знает Что я жалуюсь на все Да я шучу, ребят Ну, это правда То, что я сейчас рассказываю Вот Я скучаю По розовым помидорам Домашним Но Ничего не поделаешь Приходится есть то, что есть Ну вот Зато поблизости Есть фермеры Которые занимаются Голубикой Посмотрите Какая обалденно Красивая Ягодка Очень вкусные Такие Кисло-сладенькие Прям яркий Такой вкус Голубички Обожаю И свекровь Покупают у них Сразу коробками Огромная коробка Стоит всего Где-то 470 рублей Что я считаю Вообще Почти задаром Учитывая то, что Все ягоды И фрукты Здесь Очень дорогие Сегодня у меня Реклама Нес-кафе Шучу Сегодня Для разнообразия Вышла на улицу Попить кофе С пироженкой Это у нас И она Оказывается Хотела сделать Просто Основу Для чизкейка Бисквитную Но она Бисквит Никогда раньше Не готовила Потому что Такие десерты Нехарактерные В культуре Вот И она Сказала Типа Придешь И покажешь Как делается Бисквит В итоге Ни бисквитного Рулета Ни бисквитной Основы Мы не сделали Я сделала Свой торт Бисквитный А она Сделала Свой чизкейк С той основой Которую Она обычно Делает Поэтому Я не показала Ни того Ни этого Результата Подготовила Нам на ужин Куриные шницели Будет Картофельное Пюре Горошек И салат Наверное Сделаем Просто нарезку Огурцы Помидоры Просто у нас Больше ничего нет Сейчас на улице Буду Точить арбуз Сижу прям Ложкой Ем арбуз По-нашему Смотрю Райан тоже Уже с утра Огошкой туда ныряет Думаю Ну значит И мне можно Вот Зря наверное Мы жаловались На этот арбуз За неимением Лучшего Как говорится И уксус Сладкий Поэтому Приятного Перекуса Мне Ребята Вот это Кинза И запах И вкус Кинзы Для меня Это запах Дома Запах Кукси Запах Моих Любимых Корейских Салатов Просто Когда я Этот запах Вдыхаю Я понимаю О да О да Детка А кому-то Кто-то Мне сказал Что ему Воняет Вроде Какими-то Клопами Левшами Что-то такое Я Вообще Мне так Смешно Стало Забавно Думаю Я даже И думать Не думала Что кинза Может Такой запах Напоминать Вот Так что Я купила Кинзу Сейчас Я ее Помыла Просушу И нарежу И заморожу Потому что У меня нет Возможности Ее долго Хранить Вот Я сделаю Из нее Ой Даже Не знаю Ну Точно Баклажанный Салат Будет Кодича Он Называется И Что-нибудь Еще Придумаю Мы Смотрим Мастер-шеф Как раз И Вот Такая У меня Тарелочка У Райана Будет Похожая Приятного Аппетита У нас Вчера Был Дождь Позавчера Использовалась Погода Знаете Почему Потому что Я стала Убирать Свои Теплые Вещи И Доставать Летние И Вот Каждый Раз Когда Я Так Делаю Погода Жах И Портится Сразу Но Я Уже Даже Дождаться Не Могу Когда Уже Все Будет Зеленое Красивое Мы С Райаном Уже Реально Дождаться Этого Не Можем Вот Но Пока Так И Голова У меня Болит Потому что Я Метеочувствительная Ребята Посмотрите Какой Милашка Так Спит Лапкой Закрыл Себе Глаза Чтобы Этот Смотрите Ахахаха Я Балдею Просто С этого Макалюнь На Кровати Дрыхнет Блин Просто Обожаю Сейчас Я Дверь Открою И Он Конечно Подпрыгнет Потому что Он Боится Меня Мой животой, мой животой ку-у-у